Многие огородники используют на своих грядках сено и солому как мульчирующий материал. Такие грядки теплее и плодороднее обычных, благодаря невидимым помощникам. Бактерии или эффективные микроорганизмы в результате своей жизнедеятельности выделяют большое количество тепла, необходимых для фотосинтеза газов, и улучшают структуру почвы, превращая ее в гумус. Вода, земля и органика для них лучшая питательная среда. Но я сегодня хочу рассказать вам не об этих замечательных укрытых грядках, а об использовании тюков сено и соломы как оригинального строительного материала для ваших садов, огородов и дачных участков. Здесь все происходит с точностью до наоборот. Основой ваших грядок служат тюки сена, а земля расположена наверху. Обеспечив полив и необходимое количество грунта, вы можете смело высаживать овощи и зелень семенами или рассадой. Если из середины тюка часть соломы вырезать и в полученную емкость засыпать земли больше, то можно выращивать овощи с большой корневой системой и различные корнеплоды. Ваш внутренний ландшафтный дизайнер обязательно найдет решение, какой формы и где будут расположены эти теплые соломенные грядки на вашем дачном участке. Из соломенных тюков можно проектировать и клумбы. Ровные кирпичики высохшей травы – отличный материал как для самих клумб, так и для бордюров, их обрамляющих. А если строительного материала у вас много, то можно замахнуться и на строительство парников. Меня очень заинтересовал способ выращивания на соломе полностью укрытой слоем земли. Исходных материалов у меня было немного, но на клубничную грядку вполне хватало, и я решил попробовать. Прямо на газоне я распотрошил тюк сену, укрыл его слоем перепревшего навоза, для лучшего горения слоем свежескошенной травы, а сверху расположил слой компоста. Оболочкой такого реактора послужил черный укрывной материал, а можно использовать и геотекстиль или полиэтилен. Несмотря на то, что клубнику посадил только в середине июля, а лето было дождливым и холодным, грядка-реактор отработала отлично. Накормила вкусные, сочные ягоды и успела разрастись. Посмотрим, как она перезимует, и тогда можно будет запускать конструкцию в серию. На мой взгляд, оригинально смотрятся и вот такие соломенные клумбочки. Англичане называют их тауэрами и сажают в них картошку и клубнику. Я для эксперимента ограничился бархатцами, но обязательно в этом году эксперимент расширю. Буду очень рад, если мое исследование вам понравилось. Не бойтесь меня хвалить, не перехвалите точно. Подписывайтесь на мой канал «Сад и огород в мешках». Удачи в ваших экспериментах и спасибо за просмотр. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok